К подобным обновлениям мы уже успели привыкнуть, но когда-нибудь эти монеты станут частью музея нумизматики, если, конечно, эти структуры удастся сохранить. Владелец одной из самых больших коллекций монет в Украине стал жертвой подрядчиков. Одесский музей нумизматики частный и все работы по улучшению выставки проводит самостоятельно. Зданию потребовались новые окна, директор музея обратился к специалистам, заключил договор и внес залог. Вот только ни денег, ни подрядчиков он уже несколько месяцев не видел. Музей, как был 23 года назад, так и по сей день, остается единственным в Украине историческим музеем, чьим профилем является изучение истории монетного дела и денежного обращения на Украине. В прошлом году, в октябре месяце, был заключен договор о производстве, на изготовление двух оконных блоков, современных стеклопакетов, с тем, чтобы заменить в музеи старые. Согласно договору, были уплочены деньги, немалые деньги, а для музея они колоссально большие, поскольку музей сам не занимается никаким видом коммерческой деятельности, предпринимательством. Посещение музея и музейное обслуживание абсолютно бесплатное. О том, кто бы мог помочь с установкой новых окон, директор музея узнал из объявления и сразу обратился по указанному номеру. Обе стороны быстро пришли к соглашению, подписали необходимые бумаги, а подрядчик получил залог в размере 13 400 гривен и пообещал через несколько дней взяться за работы. Но, увы, сначала предлогом отложить установку окон стал карантин, позже якобы увеличение стоимости материалов. Завершить ремонт рабочие должны были за 30 дней. Однако, с момента подписания договора, октября 2021 года, прошло уже немало времени. За объяснениями мы попытались обратиться к самому подрядчику по всем указанным в договоре номерам. Но, как и заказчик работ, на протяжении нескольких дней слушали лишь гудки. Когда я понял, что собственными силами нам вряд ли удастся решить этот вопрос, обратился к различным городским властям, к правоохранительным, контролирующим органам. Это было сделано и в прошлом году, и в этом. И что удивила, вот реакция. От городской власти мы вообще никакой реакции не увидели. Обращались в управление по защите прав потребителя, молчок. Обращались в налоговую инспекцию, то же самое. Вот. Ну, продолжаем надеяться, что такая, все же таки, помощь, поддержку музея со стороны власти будет. Внятные ответы от тех, кто мог бы помочь разрешить ситуацию, директор музея не получил. Полиция, в свою очередь, сообщила лишь о том, что некий ФОП Пинчук стоит на учете главного управления налоговой службы Житомирской области. Впрочем, эту информацию можно было найти и в открытых источниках. А вот данные о фирме, подрядчиком которой себя называл предприниматель, правоохранителя проверять не стали. Международная компания «Рихау» специализируется на мебельной промышленности и строительстве. Все партнеры украинского филиала указаны на их официальном сайте. Вот только того самого подрядчика в списке как Одесской, так и Житомирской областей там не оказалось. Выяснилось, что в компании о предпринимателе уже наслышаны. И даже письменно обращались к нему. Стало відомо про факт використання вами зареєстрованої торговельної марки «Рихау» та логотипу у вашей господарській діяльності, зокрема у верхньому колонтитулі договорів, які ви підписуєте замовниками вашої продукції. Просимо звернути увагу, що використання торгової марки «Рихау» без згоди правовласника є грубим порушенням норм чинного законодавства України. Враховуючи зазначене вище, вимагаємо одразу після отримання цього листа припинити неправомірне використання торгової марки «Рихау» та зареєстрованого логотипу. Цей лист є офіційним повідомленням про заборонне використання знаку та логотипу. У разі недотримання вимог, викладених вище, ми будемо змушені звертатися до органів Національної поліції України, Антимонопольного комітету України, органів із захисту прав споживачів та до суду за захистом наших прав та відшкодуванням збитків. А в обращенні к нам в компанії добавили, що жалоби на несуществуючого в їх базі підрядчика поступали вже кілька разів. ФОП «Пінчук» не є нашим офіційним партнером і, наскільки нам відомо, не співпрацює з нашими авторизованими партнерами. В середіні многочисленних відповів в стилі «помогите себе самі» нашлось письмо від Одеської облгосадміністрації. Директор музея обратился к ОГА за допомогою, так як багато років ця структура активно підтримала ініціативи музея. Із інтересного – неправильно указанне названня учреждення і ім'я заявителя, підписанне Сергеем Гриневецким і спеціалістом відділу захисту юроправління Денисом Черевиченко. В режимі телефонного розговору, со слов исполнителя, він хорошо помнит, о чому шла річ в обращенні, але дуже куда-то торопився і просив позвонити саму управління. А там уже по традиції нас ждали гудки. За двоє суток переговорів з містними структурами нам удалось создати свою карту мародерів. Правда, хто на ней друзі, а хто враги – покажет время. В ожиданні реакції на все запроси ми обратились за помощью к юристу. Стоило ли обращаться в государственні структуры? Согласно договору, он, как физлицо, заключил договор с субъектом хозяйствования, это в данном случае физлицо-предприниматель, і, согласно условію договору, действует стопроцентна предоплата, которая не була в полному об'ємі выполнена. І считаю, що в зв'язі з тем, що не було выполнено вот це услові о стопроцентній предоплаті, і, соответственно, не возникло обязателства у второй сторони осуществити поставку цих окон. Але, в свою очередь, якщо буде выполнено це услові, і не буде осуществлена поставка, хоч і з нарушенням сроків, в будь-якому случай, людина має право на возврат денежних средств, або на то, щоб требувати полного выполнення обязателств по договору. По договору це физлицо-предприниматель, це в законному порядку зарегистрирований суб'єкт хозяйствування, відповідно, у цього суб'єкта є доходи, якого-то імущество, можливо, а так як це физлицо-предприниматель, він несет відповідальність полностью своїм імуществам. Для об'єміщення в поліцію, в плані, що це було мошенничество, нет оснований, в зв'язі з тим, що между сторонами був договор хозяйственный, і, відповідно, поліція скажет о тому, що, извините, але це хозяйственні правоотношення, тому, будь ласка, суд ничем помочь не може. Телеканал Репортер.